Здравствуйте! По пятницам, ну, уже традиционно, мы встречаемся в студии с Николаем Чепелевым, с заместителем главы ассоциации архитектора в Одессе. Это я читаю, потому что у вас такая длинная общественная должность. А сегодня у нас пойдет разговор, наверное, интересный для одесситов. Это влияние архитектуры на душевное состояние. Ну, влияние архитектуры – это традиционная и шаблонная такая фраза, что архитектура – это застывшая музыка. Если говорить о архитектуре, которая застыла в Одессе, в свое время это была замечательная музыка, теперь это, судя по всему, фальшивая музыка. Китакофония. Такая, я бы сказал, да. Для того, чтобы телезрители понимали, о чем идет речь, я хочу, чтобы продемонстрировали сейчас небольшой сюжет, это снимки, ну, будем говорить, небольшого количества знаковых зданий, архитектурных, изумительных зданий Одессы. И увидели, в каком состоянии они находятся. Это небольшая часть, но вы увидите, насколько эта архитектура, наверное, догадаетесь, в свое время была замечательная. Ну, а теперь она в том состоянии, в котором вы ее увидите. А потом мы продолжим разговор с вашим решением. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, вот, буквально несколько знаковых зданий, которые находятся в том состоянии, в котором вы видели. Ну, и, конечно же, о настроении. Вот настроение, глядя на эти, на эти, уже теперь, ну, прямо скажем. Не очень издание. Да. Ну, как настроение, ну, каждый Одессит, который, каждый зритель, который это увидел, у него свое настроение. Я думаю, музыка, которая звучала на этом настроении. Я специально подставил, честно говоря, такое. Вполне соответствовало, да. На самом деле, есть отдельная часть архитектуры, да, это архитектура памяти, так называемая. И вот в эту же эпоху, скажем так, были объекты архитектуры, которые это настроение должны были вызывать. Это склепы и тому подобные вещи на старых кладбищах. Вот, к сожалению, эти здания, которые должны, скажем, городскую среду веселить, как бы разнообразить, они, ну, вот их состояние, оно внушает вот такое настроение, не очень хорошее. И хочется надеяться, что рано или поздно они вернут свой первоначальный облик и настроение улучшится. Но рядом с ними, сегодня в центре города, стоят новые коробки. Да. Да? Эти новые коробки тоже не вызывают никакого оптимизма, если честно. И настроение от взгляда на них тоже явно не улучшается. Что делать со старыми зданиями, которые сегодня находятся в таком состоянии? Мы много лет слышим о том, что денег в бюджете нет. Что специалистов, которые бы могли восстанавливать эти архитектурные шедевры, тоже нет. То есть ничего нет. Может быть, есть какие-то объективные причины, по которым эти здания не имеют смысла восстанавливать. Может быть, их построили из неудачных материалов, из каких-то подручных, что ли, вот в Одессе, да, каких-то песчаных там... Сортовка. Да, да, да. И они не подлежат восстановлению. Может быть, не имеет смысла сегодня их восстанавливать. Опять же, попробую на ваш вопрос ответить с такой не очень архитектурной точки зрения, а с точки зрения здравого смысла, экономического, можно даже сказать. Архитектура Одессы в том виде старой Одессы, центра города, это уникальная для Украины архитектурная городская среда. Другой такой в Украине нет. Есть что-то похожее, например, Львов, там тоже есть старый город, но там другая архитектура, другая планировка города. И эта уникальность для Одессы является в том числе и конкурентным преимуществом экономическим в, скажем так, в конкуренции среди городов. Потому что современный мир он такой, что города начинают конкурировать друг с другом. Не только за туриста, но и за жителя. Причем за жителя, скажем так, состоятельного, способного заработать деньги и их потратить. То есть для экономики города важно, чтобы люди с высокими зарплатами, с высокими возможностями, жили, выбирали именно этот, а не другой город. Поэтому приведение в порядок старых домов, да, они не из гранита и не из кирпича, но тем не менее их возможно привести в порядок. Мало того, это необходимо сделать для того, чтобы создать вот эту самую комфортную городскую среду. Потому что комфорт в городе на сегодняшний момент является одной из основных задач выживания городов. Потому что основной ресурс это уже не промышленность, это сами люди. И вот если людям будет хорошо в городе, тогда и городу будет хорошо. А есть ли сегодня все-таки возможности какие-то? Или это необходимо организовать, находить, строительные организации, назовите их как угодно, по своим возможностям, по своим специалистам, уровню своих специалистов, восстанавливающие это в первозданном виде? Есть, да, есть такие компании. Когда-то были реставрационные мастерские. Да, сейчас их нет. Сейчас идет речь о том, что они будут опять восстанавливаться, возрождаться. Простите, ведь это золотое дно не только для Одессы. Если в Одессе появится, ну будем так говорить, некая строительная организация, которая специализируется именно на этом. Ну безусловно, ну такие организации есть, но даже ограничиваясь Одессой, здесь такие объемы реставрации в перспективе, что ни одна из существующих строительных компаний эти объемы не в состоянии освоить. Мало того, специалисты, те компании, которые умеют это делать, для больших объемов специалистов все равно не хватит. То есть одна из первоочередных задач – это воспитание, обучение специалистов. И как прикладных, то есть те, которые руками это восстанавливают, скульпторов, маляров, штукатуров, так и проектировщиков, архитекторов, реставраторов. Этой специальности сейчас нет, просто в реестре специальностей в Украине. Ее вот как-то почему-то удалили. Исключили. Да, и в институтах специальность архитектор-реставратор пропала. То есть какая-то специализация есть, какие-то предметы читают слушателям, но это не основная специализация. Поэтому этому нужно уделять первоочередное внимание, потому что, скажем так, в ближайшие годы перспективы бума, реставрации не наблюдаются, но тем не менее через 5, 7, 10 лет это вполне возможно. Достоят ли эти здания? Ну, они как-то 150-100 лет простояли. Я думаю, скажем так, если первоочередные меры противоаварийные провести, то есть отремонтировать кровли, водосточные системы, инженерные коммуникации. Ну и как-то укрепить фасады, потому что падают балконы, камни и так далее. Фасады, ну хотя бы нужно, скажем так, сохранить для истории, то есть образцы лепнины, профиля каких-то скульптурных групп. Эти документы есть вообще? Вообще в архивах есть достаточно много, но это проекты старые, они не такие, скажем, информативные, как необходимо. То есть это либо нужно проводить какие-то мерные исследовательские натурные работы, либо потом, если это вдруг, ну как бы так случилось, что утрачена какая-то часть здания, восстанавливать там парк. Скажите, пожалуйста, вот я радуюсь, глядя на дом Русова. Ну да, я еду домой и специально еду той дорогой, мимо Соборной площади, хотя могу ехать по другой дороге, более близкой, я бы сказал, более удобной. Но еду специально так, для того, чтобы посмотреть на дом Русова. Я радуюсь тому, что вот появилась уже часть его, там, какая-то есть уже, не то что отремонтированная, но во всяком случае видна, да. Это красота, и я себе представляю, каким он должен быть весь. Это замечательно. Но это тот случай, когда я не очень понимаю, этот дом ремонтируется и реставрируется только внешне, или это и внутренняя реставрация? Насколько мне известно, усиление конструкции внутри дома тоже происходит, то есть там такая глобальная... Не будет ли это Подемкинская деревня, просто я спрашиваю, в свое время? Тут проблема в чем, что вот как раз вот по тому же дому Русова старых материалов, о том, как оно выглядело исторически, очень мало. Поэтому я не думаю, что вот массово все помещения этого здания будут восстановлены так, как было. То есть, ну, может быть, там холлы какие-то, лестничные клетки, там декор будет восстановлен. Ну, ради бога, пускай будет переделано, может быть, современно, это вообще европейская практика, насколько я знаю, перестраивать внутри, это нормально совершенно. Но будут ли этим заниматься, или его оставят вот в таком внешнем? Я не знаю, потому что я проект сам не видел, и объем проекта не представляю, но я подозреваю, что раз внутренние работы проводятся, капитальные, то, ну, очевидно, до какого-то отделочного состояния это все будет дырить. Вы, как архитектор, один из ведущих архитекторов нашего города, и вообще я знаю и других архитекторов, которые все как один зарабатывают деньги, нормально. Говорят, дайте нам деньги, и мы вам сделаем работу. Мы отремонтируем, восстановим, реставрируем, так далее, и тому подобное. Есть ли какие-то способы, другие возможности заниматься все-таки реставрацией? Потому что те старые дома на торговой, там и других улицах, которые сегодня мы только что показывали, там живут люди, и эти люди не в состоянии отремонтировать эти дома, они даже не могут отремонтировать свои квартиры, потому что вы прекрасно понимаете, в каком они виде, и что там внутри делается. Я даже показывать это не стоит. Настроение, конечно, при этом не просто ухудшается, да, моральное состояние, а просто это вызывает ужас. И естественно совершенно, что при отсутствии огромных средств, огромных средств эти дома будут рушиться вместе с квартирами. Есть ли какие-то способы? То есть, я имею в виду, что? Не потому что я просто так спрашиваю. Может быть, имеет смысл? Сегодня европейские города и жители европейских городов переезжают за город. Ну, получают, покупают, получают какие-то нормальные жилищные условия недалеко от центра, будем так говорить. У нас это, например, Молдаванка, да, у нас не освоена практически совершенно. Хотя 10 минут, 15 минут ходьбы до центра города. Ходьбы, даже не езды, а ходьбы. Может быть, имеет смысл вот предложить людям, которые живут в ужасных условиях, нормальные квартиры, а эти дома отреставировать и предлагать их для продажи учреждениям, банкам. Ну, то есть, тем организациям, которые в состоянии и отремонтировать, и содержать, и которые просто в этом заинтересованы, потому что ни одна престижная организация не будут находиться в разрухе. Это правда. Ну, и есть по центру города масса примеров, где отреставрированы за счет частного капитала здания, и которые прекрасно выглядят и себя чувствуют. Опять же, вернемся к экономической части жизни, потому что она касается каждого. Эстетика, там, внешний вид может кому-то кто-то не замечать этого, но там свой кошелек все замечают. Я скажу, может, не то, что не популярную вещь, но тем не менее, центр города во всех развитых странах, в Европах, в тех же самых, да, это место, где дорого жить. Поэтому и там такие же процессы уже происходили. То есть, люди, которые не в состоянии оплачивать, условно говоря, жизнь в центре города, по разным причинам, в том числе и по состоянию зданий, они переезжают в другие районы. Вместо них приезжают более обеспеченные люди. Это процесс как бы эволюционный, только принудительное расселение никто, безусловно, не будет проводить, но тем не менее, этот процесс будет происходить. Это первое. Второе, это возможно... Это будет происходить естественным путем? Конечно, я думаю, ну, как бы, скажем так, жизнь продиктует вот этот процесс. Ну, это, само собой, произойдет рано, ну, в каком-то временном... Лучше рано, чем поздно, да. Ну, кому как, да. А следующий момент, это вот то, что вы сказали, привлечение денег. Есть сейчас очень много этих ОСМД, сообществ, жителей, которые в состоянии, это опять же европейская практика, привлекать капитал за счет, допустим, есть возможность в доме надстроить мансарду, к примеру, этаж. Ну, если это не памятник архитектуры, у нас не все здания. Все здания старые, но не все памятники архитектуры. Либо какую-то часть помещений нежилых коммунтантов. В провинциальном городе Вена, столице Австрии, в центре города, на памятник архитектуры, немного отступив от фасада, на крыше, ну, где-то метр на два, строятся мансарды. Они не видны практически с улицы. Ну, не видны. Ну, в каждой стране. Но они не портят внешний вид и архитектуру этого здания. Да. Ну, скажем так, у нас даже те законы, что есть, не мешают кому-то надстраивать мансарды даже без разрешения. Вот, например, как в полуциркульном доме возле Дюка. Да. Под видом ремонта крыш. Но это такие, скажем так, вещи, которых не должно быть. В Вене, в Париже, во многих городах европейских, да, настраивали мансарды. И если тот же чердак, это собственность жителей всех дома, да, то они могут этот чердак отдать кому-то взамен на ремонт дома, допустим. И стоимость... Не только дома, но и коммуникации в этих домах. Да, да. Ну, ремонт комплекса. Да. То есть стоимость этих квадратных метров в центре города, она... Адекватная. Бизнесу тоже будет выгодно, как бы, сделать эти работы и получить себе там какую-то площадь. Это будет взаимовыгодный процесс. Мало того, не стоит забывать, что все-таки государственный и местный бюджет может помочь. И если долго и упорно идти в этом направлении, можно получить финансирование и с этой стороны. Понятно, что памятники архитектуры, они под защитой государства, и государство обязано на них тратить деньги. А не памятники, но тоже можно эти деньги у города часть, по крайней мере, найти. То есть процед... Ну, путей много. Вопрос в том, как бы, было бы желание, потому что жильцы не только, как бы, условно говоря, не могут сделать ремонт своей квартиры. Многие просто не хотят. Их устраивает вот то состояние, в котором дом находится, да. И караул начинают кричать только, когда там разваливаться дом начинает. Но тогда это практически невозможно сделать. Потому что кто-то согласен, а кто-то нет. Если есть хоть несколько человек, которые не согласны, то бессмысленно говорить. Может быть, город на себя возьмет эту инициативу предлагать, предлагать не строителям, а организациям каким-то, частным лицам, объекты для надстройки, с тем, что город на себя берет переговоры с жильцами, и их убеждение в том, что это необходимо сделать. Ну, они, наверное, в принципе, и сами зачастую понимают, что нужно делать для того, чтобы они продолжали жить в этих условиях, в этих домах, в которых они живут. И, может быть, городу имеет смысл проявлять здесь инициативу, потому что нужна же чья-то инициатива. Безусловно, но, смотрите, тут город... Может быть, архитектура, может быть, вы, может быть, ваша организация. Ну, наша организация — это не городская власть. Мы общественная организация. Ну, общественная, может быть, да. Ну, как бы мы занимаемся, скажем так, процессом создания вот этих вот связей для начала между жильцами. Вот эта вот теория добрососедства, когда люди начинают объединяться там хотя бы внутри своего двора и какие-то инициативы проводить. С точки зрения города есть два камня преткновения на пути. Первое — это, естественно, законодательство. То есть, как бы нужно, чтобы это законодательство было так прописано, чтобы это можно было достаточно просто сделать. И второе — это желание. Потому что это... Вот то, что вы предлагаете, это процесс модерации, грубо говоря, между горожанами и бизнесом. Для этого нужно желание чиновников на себя взять эту роль. Очень часто, как бы, вот все, что вот своими должностными обязанностями ограничено, вот это, как бы, это вот та часть работы, которую чиновник готов. Понятно. А инициативу проявить, к сожалению. Но мы будем стараться предлагать, искать вместе какие-то пути и все-таки... Потому что без города ничего не получится. Скажите, пожалуйста, у нас мало времени осталось. Можно же категорически запретить строительство в центре города зданий, чья архитектура ничего общего не имеет с аурой этого замечательного места? Вот тут... Просто запрети. В том, что, значит, имеет, либо не имеет с аурой. Потому что внешний вид, там, декор, либо высотность, это две разные, скажем так, два разных параметра здания. Это может быть 20-этажка в брюшиках, и вроде как она в историческом стиле. Либо это может быть 4-этажное здание в современном стиле, но которое вписывается вот в городскую среду центра города. Можно, мало того, нужно это сделать, но, опять же, нужно, скажем так, желание. Так можно. Понятно. Спасибо большое. У нас уже исчерпалось время. Мы должны были к чему-то прийти, мы ни к чему не пришли. Мы про душевное здоровье начинали. Да, и душевное здоровье здесь, конечно, у нас явно не ждет, прямо скажем, в ближайшее время. Но я понимаю, я понимаю, что ситуация, которая должна быть инициирована кем-то, какой-то организацией, властью, жителями, она может быть инициирована, но она точно совершенно упрется в то, что за это нужно платить, за это нужно платить, за это нужно заплатить. Тут надо дать, тут надо взять, ничего не надо. Только давать. И тогда вот эта вся перестройка и вся эта, так сказать, ситуация, связанная с реставрацией, превращается в совершенно невыгодное дело. Дорогу оселит идущей. Развитые города все-таки этот путь прошли и какой-то, я думаю, там альтруистов тоже немного, как и у нас. Поэтому все-таки как-то сумели, я думаю, у нас получится. Спасибо большое, останемся оптимистами. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо вам за то, что были с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова